Это булавки типа суко. Так их официально именуют в научной среде. По названию долины, где их находили больше всего, бронзовые предметы выполнены в форме листа. По одной из версий, такой мотив связан с древом жизни, одним из символов мироздания. Ствол мир живых, корни царства мертвых, а крона – мир богов. Мы не имеем реконструкции одежды для этого времени. Единственное, что некоторые могильники, скажем, эти булавки встречены в комплексе с бронзовыми трубочками. Возможно, были одежды, снабжались трубочками, и потом их булавка сквала. Андрей Новичихин уже почти 40 лет изучает археологические памятники. Первобытные, античные, средневековые книга «Утришь сквозь века», которую представили в музее Горгипе, систематизация наработанного материала. Артефакты хранятся в музеях Новороссийска и Анапы. Относительно недавно археологи из Санкт-Петербурга нашли кремниевый отщеп, сделанный по достаточно передовой на то время технологии обработки камня. Теперь ученые предполагают, что первые люди пришли сюда в конце каменного века, раньше, чем принято считать. В Ронзовый век, век дольменов, затем соседство племен Кавказа и греческих поселенцев. Это часть ландшафта исторического в любом случае. То есть природные границы с границами политическими, с границами культурными совпадают, как известно, далеко не всегда. То есть ясно, что в разные периоды ситуация могла меняться. То есть если мы для начала античности можем видеть в этой территории какую-то контактную зону между античной цивилизацией и племенами Кавказа, то начиная с 4-го века до нашей эры эта территория входит в состав Босфорского царства, хотя, возможно, какие-то отдельные этнокультурные особенности она тоже имела. Там есть следы и античных поселений, и, скажем, на исследованных памятниках Бронзового века, Железного века присутствуют рыболовные грузила. То есть без всякого сомнения морской промысел там процветал. Книгу выпустили по заказу государственного заповедника «Утриш» к столетию заповедной системы России и Году экологии. Ее постарались сделать научно популярной, доступной максимально широкому кругу читателей. Люди эту территорию они должны полюбить и узнать, что люди любили ее всегда. И первое тысячелетие, и второе, и до нашей эры. То есть первые люди тоже любили нашу «Утриш», как и мы. Тираж издания 500 экземпляров. Он предназначен для библиотек по всей стране, включая Анапу. Несколько книг получили участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые проходят в Сочи в эти дни. Кроме того, издание можно будет в любое время и бесплатно скачать в электронном виде на сайте заповедника.